Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Казахстанских чиновников начнут наказывать за расточительность. Ввести ответственность за растрату госбюджета сегодня поручил президент. Глава государства рекомендовал служащим агентству по противодействию коррупции продолжить модернизацию отраслевого законодательства и активнее сотрудничать с общественностью. В целом, по словам главы ведомства Олега Шпикбаева, в мировом рейтинге по индексу восприятия коррупции Казахстан сейчас на 94 месте. За прошлый год в стране на 5% снизилось число коррупционных преступлений. Возместить ущерб и не допустить нерациональные расходы удалось на сумму, превышающую 95,5 миллиардов тенге. Новое агентство по финансовому мониторингу возглавил Жанат Элиманов. Об этом сообщает Аккорда. Госорган наделят частью функций и полномочий Министерства финансов. Это поможет разграничить сферы деятельности ведомств. Агентство займется борьбой с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, а также будет выявлять экономические и финансовые преступления. Подотчетно оно будет непосредственно президенту. Активнее противостоять теневой экономике поручил Касымжамар Тукая в главе недавно созданного агентства по финансовому мониторингу. При этом, по словам президента, важно обеспечить защиту интересов добросовестного бизнеса и исключить необоснованное вмешательство в его деятельность. Жанат Элиманов, в свою очередь, рассказал главе государства о планах работы ведомства и отчитался о результатах деятельности упраздненного комитета по финансовому мониторингу. Загруженность коек в инфекционных стационарах Азахстана превысила 30%. В реанимационных отделениях 25 ситуацию в стране обсудили на заседании межведомственной комиссии. Как отметил Оскар Мамин, обстановка напряженная. Республика вошла в зону высокого риска. Ежедневно в стране регистрируют порядка полутора тысяч новых случаев. Остановить рост инфицирования планируют с помощью предстоящей вакцинации. Напомню, иммунизация населения российской вакциной «Спутник Ви» стартует уже 1 февраля. К этой дате Акиматам поручено завершить закуп необходимого оборудования для ее хранения и обеспечить полную готовность прививочных пунктов. Тем временем КАЗ-Ковид-Ин, разработанный отечественными учеными, проходит третью фазу клинических испытаний. Ее предварительная эффективность 96%. 115 прививочных кабинетов подготовили в Карагандинской области к вакцинации от коронавируса. Процесс будут снимать на камеры, потом видеоданные заархивируют и сохраняют до конца года. Марина Золотарева побывала в одном из центров вакцинации. Двухкомпонентная вакцина «Спутник Ви» рассчитана на два приема. В одном флаконе ровно 5 доз, поэтому на прививку пациенты пойдут пятерками. Однако прежде нужно пройти осмотр и получить допуск от доктора. Как только пациент получает инъекцию, в информационной системе включается таймер. Он отсчитывает полчаса поствакцинального контроля. Все это время за самочувствием пациента наблюдает медицинская сестра. Если после прививки состояние пациента ухудшится, в поствакцинальной зоне ему окажут неотложную помощь. В одном кабинете в течение дня вакцину смогут получить 60 человек. Вторая идет через 21 день. Методология та же самая. То же самое мы должны ее достать, разморозить так, чтобы там не было никаких примесей льда. И также, так сказать, пятерка готовится вакцинируемых, потому что этот флакон рассчитан на пять физических лиц. Перевозить вакцину необходимо в термоконтейнерах при температуре минус 18 градусов. В случае разморозки она должна быть уничтожена. Для хранения медики закупили 99 морозильников нового поколения. Медицинские морозильники мы подбирали по таким параметрам, чтобы он выводил на табло режим температурный, который будет функционировать. Также мы заказали более 100 термоконтейнеров. То есть придет 125 термоконтейнеров. Каждый термоконтейнер объемом идет на 80 литров, 29 хладоэлементов. Первыми прививку от коронавирусной инфекции получат медики. Следом за ними педагоги и полицейские. Напомню, что 15 февраля будет зарегистрирован спутник ВИК аргандинского производства. Вакцина прошла контроль качества у российских изготовителей. Сейчас готовится к выпуску первая партия 90 тысяч доз. Марина Золотарева, Аслан Демизбаев, Каргандинская область, Хабар-24. В Алматы ужесточают карантин. Новое постановление главного санитарного врача вступает в силу с 1 февраля. По обновленным правилам ТРЦ и рынкам запретят работать по выходным. В будни они будут функционировать с 10 утра до 8 вечера. Под запретом деятельность кинотеатров и театров. Работу крытых продуктовых и вещевых базаров ограничат до 7 вечера в будни. В выходные дни будут они закрыты. Торговлю разрешат лишь в отдельно стоящих продовольственных магазинах. С условием, что заполнены они будут не более чем на 30%. За соблюдение масочного режима и социальной дистанции среди посетителей или пассажиров будут следить санитарные патрули. Их задействуют на крупных объектах в общественном транспорте. Еще одно новшество. Всех алматинцев, у которых выявят коронавирусную инфекцию, теперь будут сразу же госпитализировать. А сотрудников госорганов и волонтеров обяжут раз в месяц проходить лабораторные обследования на ковид. Напомню, Алматы по-прежнему в красной зоне. За последние сутки там выявили еще 138 новых инфицированных. Сложная эпидситуация остается и в столице. За минувшие сутки в городе выявили 125 новых случаев ковида. Жители мегаполиса продолжают игнорировать карантинный режим. За последние двое суток мониторинговая группа выявила 14 увеселительных заведений, работавших вопреки запрету. Всего же проверили свыше 120 объектов. Ночных клубах и барах идут на хитрости, впуская посетителей через черный вход. А главный, для видимости, закрывают. В числе нарушителей оказались и владельцы компьютерных клубов и магазинов. Куат Хамитов получил полгода ограничения свободы. Решение вынес Алматинский районный суд. К ответственности известного бойца привлекли за призывы избивать дезинфекторов и стрелять по вертолетам. Напомню, после своего громкого заявления Хамитов записал видео, в котором сообщил, что снял ролик в шуточной форме и не хотел никого задеть. Позднее, уже в ходе судебного разбирательства, боец заявил, что согласен на любое наказание, только бы он смог выезжать за границу, чтобы защищать честь страны. В суде просьбу отклонили и приговорили его к шести месяцам ограничения свободы. За минувшие сутки около 600 тысяч человек в мире заразились коронавирусом. Таким образом, число инфицированных с начала пандемии превысило 100 миллионов 800 тысяч. Неутешительная ситуация в Латинской Америке и Европе, из-за чего власти стран вводят более жесткие ограничения. Некоторые для помощи медикам привлекают военных. В Испании новый антирекорд. Там за минувшие сутки коронавирусом заразились около 40 тысяч человек. В больницах не хватает мест, переполненное отделение интенсивной терапии. 40% мест занято ковидными пациентами. При том, что с ноября прошлого года в стране действует режим чрезвычайного положения. Ночью действует комендантский час. О днём большинство жителей могут выходить за покупками и лекарствами. «Мы начали радоваться раньше времени. С приходом вакцины люди расслабились. Но поймите, это не выход из ситуации. Только ответственность и соблюдение всех правил поможет победить коронавирус. К тому же препараты у нас в ограниченном количестве». Тем временем во Франции, где сейчас действуют ограничения и комендантский час, многие опасаются скорого введения третьего локдауна. Правительство страны рассматривает вариант жёсткого карантина. Президент Эммануэль Макрон потребовал от Минздрава провести оценку эпид-ситуации в Пятой Республике для выбора дальнейших мер. «Комендантский час на данном этапе имеет относительную эффективность. В ближайшие две недели мы примем решение под дальнейшим действием. Есть несколько вариантов, и один из них жёсткий карантин. Президент попросил представителей Минздрава дать точную оценку сегодняшней ситуации». А жители Британии перед вылетом из страны теперь должны будут объяснить цель своего путешествия. Если нет уважительной причины, увы, им придётся остаться дома. Выезд за границу на отдых запрещен. Кроме того, в Королевстве ввели обязательный карантин в гостиницах для пассажиров, приезжающих из стран с повышенным риском. По новым правилам люди должны будут пройти десятидневную изоляцию в отеле. Отмечу, в Королевстве также продлили карантин как минимум до 8 марта. Школьники и студенты ещё как минимум полтора месяца будут учиться онлайн. Другие ограничения будут снимать в зависимости от ситуации. «Мы также запретили все поездки из 22 стран, где имеются случаи новых штаммов вируса. Это ЮАР, Португалия и страны Южной Америки». Уже завтра закроют границы Норвегия. Въезд разрешат только при наличии веских оснований. Действуют ограничения и в Бельгии. Запрещается выходить из дома без специального пропуска. «Мне нужно в магазин за продуктами, но я не знал, что необходимо разрешение. Как сказал мне полицейский, мне нужно зайти в интернет и скачать документы или официальный бланк». Из-за наплыва инфицированных власти Перу ввели жёсткий карантин. Ограничения действуют в столице и ещё девяти регионах. Они продлятся до 14 февраля. Людям запрещено выходить из дома. Введён запрет на авиарейсы из Европы и Бразилии. «Власти думают о здоровье населения. Думаю, это нормально. Мы должны соблюдать все меры. Но в то же время страдают предприниматели. Они остались без заработка». Неутешительная педобстановка и в Португалии. Там на помощь врачам пришла армия. В Лиссабонию и Порту солдаты развернули два полевых госпиталя. Свыше 400 военных медиков будут помогать своим коллегам в больницах. Как сообщили в Минздраве, по всей стране. Более 700 пациентов сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. «Всё имеющееся здесь пространство мы переоборудовали для размещения больных с COVID-19. Мы даже отдали под это столовую и кафетерий. В итоге у нас будет 197 коек в палатах и 15 в отделении интенсивной терапии». Все, прибывающие в Новую Зеландию, отправляются на двухнедельный карантин. Такое решение власти приняли из-за участившихся случаев заболевания среди иностранцев. Так, трое поселившихся в одном из отелей Окленда заразились ковидом. Сейчас там ведут проверки. ПЦР-тестирование проходят сотрудники и постояльцы гостиницы. Отмечу, с начала пандемии в стране зафиксировали чуть более двух тысяч инфицированных. В столице презентовали новый вариант казахского алфавита на латинице. Сегодня прошло заседание Национальной комиссии по переводу алфавита под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Новая версия включает 31 символ базовой системы латиницы и полностью охватывает 28 звуков казахского языка. Один звук, одна буква. Новый алфавит соответствует принципу, закрепленному в письменной практике казахского языка. Специфические звуки обозначены специальными символами, которые часто используются в международной практике. Язык – это не только средство коммуникации, это зеркало многовековой культуры, духовный стержень народа. В этой связи были учтены история, корень и основы развития особенностей казахского языка. В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков новой версии алфавита. Организованы открытые обсуждения с целью учета общественного мнения. Алфавит был усовершенствован и прошел апробацию. Ученые-филологи единогласно поддержали версию алфавита и правила, потому что есть научные обоснования. Учитывалась история языка, диалект, взаимосвязь буквы и звука, охваченные все звуки казахского языка. В ноябре прошлого года президент страны Касымжом Артукаев заявил, что работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться планомерно и постепенно. Таким образом, поэтапный переход планируется с 2023 по 2031 годы. Можно сказать, что новая версия полностью охватывает все звуки казахского языка, соответствует международным требованиям. Сегодня ученые нам его представили. Помню, как велась его разработка, сколько было обсуждений, мнений. Поэтому я думаю, что версия полностью усовершенствована. О новой версии алфавита высказался и глава правительства. Аскар Мамин поручил провести широкую разъяснительную работу среди населения. Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка. Работа по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику началась в 2017 году. Всего за это время было рассмотрено свыше 40 вариантов, в том числе проекты правил правописания и порядка расположения букв на клавиатуре. Анна Шелгина, Хабар, 24. Дом новый, проблемы старые. В АТРА у жителей многоэтажки. Построенный два года назад по госпрограмме Нурлежер жалуется на работу подрядчиков. Владельцы квартир приобрели жилье в ипотеку на 16 лет. Теперь вместе с кредитами они оплачивают еще и бесконечные ремонты, системы отопления и канализации. Застройщик, по их словам, с самого начала проигнорировал все замечания. Название у этого микрорайона символичное. Береке с казахского переводится как изобилие в достаток. Только вот жители дома номер 38 считают, что они сполна получили не блага, а проблемы. Начинаются они уже с подвала и видно их невооруженным взглядом. Отопление, канализация, системы сделаны наспех. Даже прибор учета тепла проработал всего месяц после сдачи дома в эксплуатацию. И таких примеров множество. Вот трубы. Они даже не подключены к счетчику тепла. Кроме того, если в квартирах решат менять батареи, то в подвале по колено будет стоять вода. По правилам, здесь должны быть специальный колодец и насос. Но нет ни того, ни другого. Жители жалуются, что на проблемы указывали подрядчикам изначально. Но застройщик не обратил на них внимания. И после сдачи дома строители просто уехали. Компания официально зарегистрирована в другом городе, в Актав. Квартиры у нас ипотечные. Оформили на 16 лет. Ежемесячно платим по 80 тысяч тенге. И ощущение, что все зря. Столько сложностей, столько недоделок. Мы вообще не должны заниматься их устранением. Это забота подрядчиков. Но их в городе нет. Все проблемы легли на наши плечи. У нас же нет иного выхода. Раз взяли жилье по госпрограмме, то ведь и отвечать за это должно государство. Но у городских властей позиция одна. Устранять недоделки обязан подрядчик. Тем более, деньги за работу строители получили в полном объеме. Этот дом возводила компания Акжол Курылыс. Сами они из Актау выиграли тендер и приезжали строить. Но многие проблемы стали очевидными только сейчас, спустя два года. Очень много жало под жителей. Если подрядчик не устранит недоделки, начнем готовить документы в суд. Потому что дом все еще на гарантии. Теперь главное не допустить похожих проблем на других объектах. Город нефтяников застраивается на глазах. Только в микрорайоне Талгайран возводится 24 дома на 1080 квартир. Единственный момент – отдаленность участка от центра. Чтобы обеспечить будущих жильцов здесь благами цивилизации, нужно проложить 15 километров систем канализации. После нашумевшего береге каждый метр будет под контролем, обещают чиновники. Необычных питомцев завела супружеская пара в Алматы. На балконе своей квартиры Чита Прохоровых поселила двух говорящих сорок. С птицами хозяева познакомились 8 лет назад, когда те были еще птенцами. Тогда они нуждались в защите и помощи, которые оказали супруги. С тех пор сороки стали полноценными членами семьи. Вместе они ездят на отдыхе. Птицы настолько привязались хозяевам, привыкли к их речи, что даже начали повторять за ними слова. Подробнее расскажет Асим Кущегулова. 8 лет назад Олег Прохоров подобрал раненого птенца во дворе. Как оказалось, он выпал из гнезда. Той весной, вспоминает Олег, была ветреная погода. Он подождал мать-сорочонка, но она таки не прилетела. Мужчина взял птенца домой и стал ухаживать за ним, как за своим ребенком. Кормил каждые три часа и делал массаж лап. Нового питомца назвал барсиком. Через пару месяцев он полностью окреп и даже начал играть. Если у тебя птенец сороки пробыл три дня, в природу он больше не вернется. Потому что птицы социальные очень, их родители должны всему научить. Тем более, видите, я его кормил со шприца. Он у меня стал жить на балконе, но балкон не был никаким образом закрытый. Стал просто жить, но он не улетал. С первых дней хозяева заметили – птица очень умная. Сначала барсик только откликался на свое имя. Но каково же было удивление супружеской пары, когда он четко произнес имя. Барсику тогда было всего семь месяцев. Барсик! 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 Вроде бы 40. Я больше 40 еду. И тут стоят наши сотрудники дорожные, полиция. Меня, конечно, останавливают. Ну, а я, знаете, я человек немножко как бы с юмором. Я говорю, давайте так, я вам покажу, что у меня в машине есть то, чего вы в жизни не видели. И вы меня отпускаете. Я открываю дверь, а барсик на поводке. И он так, как их увидел, как он закричит – барсик! Барсичка! Ну, они аж опешили. Они смеялись, смеялись, но они отпустили. Ксюша – вторая птица в семье Прохоровых. Появилась чуть позже. У нее своя история. У сороки был сломан клюв. Лечили местные орнитологи. Узнав о ней, Олег взял под свою опеку. Для своих питомцев хозяин даже сделал уютный дом на балконе. И на всякий случай оградил его сеткой, чтобы дворовые кошки не охотились на них. Барсик и Ксюша сразу же подружились. Сорока – это единственная птица, которая может узнать себя в отражении зеркала. Или воспринимать себя как птицу такого же вида. У тебя седложивущая птица, пластичный вид, который адаптируется к любой среде обитания. В принципе, птицы с места врановых держат дома. И достаточно, как говорится, она себя хорошо ведет. Адаптируется к какому-то помещению, к какому-то пространству. И для нее, как говорится, достаточно, чтобы была какая-то кормовая база. Продолжительность жизни сорок – 30 лет. Это достаточно много для птиц, говорят специалисты. Олег Прохоров подшучивает. Теперь ему придется жить долго ради своих любимых питомцев. К тому же он продлевает им жизнь витаминами, белками и углеводами. А еще два раза в год Ксюша и Барсик наблюдаются у своего доктора-орнитолога. На этом у меня все. Ненадолго с вами прощаюсь.